Нефтьюганск А для того, чтобы дети нефтяников, которые сутками пахали на буровых, находились под присмотром 1957 год. Ямал. Салихард Надежда Леонтьева – воспитатель в детском саду крупнейшего рыбокомбината В свободное время курсы аккордеонистов, кружок мотоциклистов, хоровое пение, участие в художественной самодеятельности Руководство приметило активную надежду и направило в Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры Через 4 года Надежда вернулась в Салихард уже в качестве директора Дома культуры Далее новый виток в судьбе В 1969-м Надежду Леонтьеву приглашают в Нефтьюганск, заведующий отделом культуры Пустыня. Ветер дует, песок, ни одного деревца Я иду пешком в 7-й микрорайон, где вот эти деревянные домики были И очень на улицах было безлюдно, думаю, ну где народ-то находится, с кем работать А потом, оказывается, все в основном были на работе, праздно шатающихся никого не было Човскино, Каркатеево, Пойковский. Эти поселки относились к Нефтьюганску, городу районного значения Все культурные учреждения находились под руководством Надежды Леонтьевой Первое, что было нефть в стране, а потом уже культура и соцкульт Но вы знаете, тяга народа всегда была к этому, чтобы каким-то образом проводить свой досуг Поэтому они, наработавшись, они радовались любому Они радовались фильму, они радовались какому-то спектаклю, они радовались какому-то, пусть даже какой-то примитивный концерт В работе очень помогали школы, особенно вторая и четвертая И хоть возникали сложности с костюмами, реквизитом, инвентарем, как-то выходили ситуации И самодеятельные концерты проходили на ура Вскоре открыли Дом культуры строителей И вместе с его первым директором Георгием Кимом Надежда Леонтьевна Предложила проводить фестивали трудовой славы Это синтез трудовых успехов и творческих успехов того коллектива, который проводит этот фестиваль Открывал секретарь партийной организации, организации того учреждения, которое проводит секретарь комсомола, председатель правкома Вот эти три единицы Совместно с нами все время работали Все 24 организации города проводили в течение года фестиваль трудовой славы своего предприятия Она как организатор этих фестивалей приходила иногда в 4 часа утра, иногда в 2 Конечно устала, усталость была Все-таки у нее такого не было коллектива, как сейчас в отделении культуры Там все сделали предприятие вместе с Надеждой Леонтьевной Надежда Леонтьевна Леонтьева оказала большое содействие в улучшении условий труда и быта работников культуры В учебе молодых кадров, в создании комплексных выездных агитбригад, новых коллективов художественной самодеятельности Надежда Леонтьевна бережно хранит награды, имеет звание заслуженного деятеля культуры округа, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и множество других Методист Центра национальных культур, член комиссии по вопросу помилования при президенте Российской Федерации, член комитета общества старожилов И уже 24 года председатель Совета ветеранов по 9 микрорайону Надежда Леонтьева все так же переживает за всех и старается помогать Особенно важно, по ее мнению, рассказывать о великой победе подрастающему поколению, показывать фотографии, фильмы Ну вот я смотрю, у младших школьников постоянно слезы, потому что там не только люди говорят об этом Там показывается в кадре из хроники военных лет, как перебрасывают из центральной части в Сибирь на этих поездах все оборудование Как люди там на морозе строят, это впечатляет очень здорово, как немцы на оккупированной территории себя ведут И как эти бедные женщины с ребятишками стоят трубы, вот эти одни в деревне оставь, все сгорело Очень активная женщина, очень активный человек Активный председатель Совета ветеранов 9 микрорайона Поскольку мой избирательный округ затрагивает и в том числе территорию 9 микрорайона Соответственно мы с ней сотрудничаем и пересекаемся как раз по нашим избирательным вопросам У нас в нашем 9 микрорайоне проживает достаточно много ветеранов войны и труда Надежда Леонтьевна знает их не только в лицо, но и по именам, что называется Соответственно я благодаря ей тоже их всех наших уважаемых ветеранов знаю и в лицо, и по именам, по фамилиям, отчествам В работе с ветеранами активно помогали и помогают депутаты прошлого и нынешнего созыва Надеюсь, говорит Надежда Леонтьева, сотрудничество будет продолжено Спортивная жизнь и еще одна сторона многогранной личности Надежды Леонтьевны Супруг Михаил Александрович поддерживает свою беспокойную половинку Сам увлечен лыжным спортом, настольным теннисом, а Надежда отлично плавает и тоже ходит на лыжах Спортивная закалка помогла Надежде Леонтьевне в 2014 году с честью пронести факел к открытию в Сочи 22-х Олимпийских игр Время нашей встречи пролетело незаметно За чаепитием с морошковым и земляничным вареньем я узнала об еще одном увлечении Надежды Леонтьевны рукоделии Вышивка шитье в стиле пэтчворк, вязание Могу похвалиться, что одна из этих роскошных шали досталась мне в качестве подарка Нефтьюганску и его жителям здорово повезло Не только потому, что здесь нашли нефть, а потому, что на этой земле живут люди, открытые, с душой нараспашку, с большим добрым сердцем Такие, как Надежда Леонтьева Вот той неиссякаемой энергией, которая у нее есть Я бы ей пожелал, конечно же, здоровья, большого здоровья на долгие еще годы и вот до бесконечности Она очень добрый человек, она очень отзывчивый человек, она молодец Она просто молодец, потому что она делает доброе дело для людей, она несет добро Секрет молодости прост, говорит Надежда Леонтьевна в день 80-летнего юбилея Посильная нагрузка, активный образ жизни, внимание к детям, забота о внуках и любовь к своему краю Это корни моей тюменской земли, я родилась здесь, на Тюменщине, я работала на Ямале, я работаю в Югре Это моя земля, это у меня там все, деды, прадеды здесь И вот как они жили, и что они там делали, чему они учили, все это я впитывала Это при мне все осталось А самое главное осталось, это от дедушки, от мамы, это любовь и доброта к людям Субтитры создавал DimaTorzok